Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Для меня и для моей семьи это, конечно же, день памяти. У меня сразу же пять дедов, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Не все, к сожалению, вернулись. К одному я даже ездил на братскую могилу. Мне посчастливилось ее найти. И для меня, и для моей семьи это, ну, не скажу, что достижение, но это было очень серьезно. Найти ее. И вот такой факт есть в моей биографии. Спасибо большое. Мы очень гордимся им. Спасибо вам, да, что поделились. Правда, интересно, да, что в каждой семье такие истории потрясающие, трогающие до глубины души. Арина, расскажите, пожалуйста, как вообще возникла идея создания такого фильма в таком формате необычного? Знаете, мне кажется, что этот формат очень обычный. Он даже, можно сказать, тривиальный. Потому что у всех у нас есть мобильные телефоны, и мы проводим с ними в руках очень много времени. Согласна. И это поколение зумеров, как их называют. Да, да. Это подростки, и я наблюдала за ними, я их очень люблю. И все фильмы, все, не знаю, там, всю информацию они считывают с телефона. И мне, честно говоря, просто очень захотелось сделать для них что-то. Да, да, да. Что-то вот в память об этом событии. А почему такое название? Название, на секундочку, фильма 090545. Что он означает? Ну, это не просто цифры, это даже не номер телефона и не дата. Это такой код, который зашит в каждом поколении, который живет в России. И наш фильм — это такая попытка разгадать этот код. Вот просто на секундочку, да, для телезрителей. 090545. 9 мая 1945 года. День Великой Победы. Ну, теперь все понятно. А то я когда только увидела, я, правда, честно говоря, не сразу поняла, только потом уже мне пришлось. Андрей, ваш герой — школьник, который имеет довольно поверхностные знания о Великой Отечественной войне. Вот по вашему мнению, ну, во-первых, как для вас роль, как вы ее восприняли? И вы действительно считаете, что сегодня современные школьники очень плохо разбираются в истории? Вы знаете, мне кажется, мы недооцениваем, к сожалению, современных школьников. Мне кажется, они разбираются в истории гораздо лучше, чем я в школьные годы. Вот именно поэтому мне эта роль далась очень легко, потому что роль Никиты — это я несколько лет назад, ученик там 8-9 класса, очень легкомысленный, простой поверхностный мальчик. Таким я себя вижу сейчас. Кстати, Андрей, он давно не школьник. Вот вы можете угадать, сколько ему лет вообще? Я дала сначала, думаю, 18-19. Ну, понятно, что не школьник. Спасибо. А сколько? А это вот такой секретик, да, будет у нас небольшой секрет, интрига. Зрители, да, под этим видео пишут. Расскажите, где можно посмотреть этот фильм, когда, как, где? Ну, в эфире четвертого канала, можно, я думаю, это посмотреть прямо сейчас. Мы разослали этот ролик по всем площадкам, по всем телеканалам. И сегодня, ну, можно в интернете набрать 09-05-45. Просто заходим в свой мобильный телефон, да, набираем и смотрим все пять серий. Нет, не все пять серий. Для нас это было очень важно. Мы не хотели выдавать все пять серий в один день, потому что мы хотели этим сказать, что не хочется, чтобы об этом празднике помнили всего лишь один день в году. Мы не в силах снять 365 серий и показывать их каждый год, но мы можем как бы растянуть эту память хотя бы на весь май. Мы будем показывать... В течение месяца. Да, по одной серии в неделю. Хорошо, а давайте тогда прямо сейчас посмотрим первую серию с вашего разрешения. Да, конечно, с удовольствием. Уникальная возможность. Давайте смотреть. Ребята, проходим за мной, пожалуйста, слушаем внимательно. В коллекции военного музея насчитывается более 350 образцов военной техники. В составе выставочного центра есть интерактивный кинотеатр, электронный тир, игровые симуляторы. Обратите, пожалуйста, внимание... Никита, не отставай. Здесь у нас стоят бронетранспортер. Это все очень интересно. А если посмотреть вот сюда, то здесь уже у нас воздушная авиация. Никита, ты идешь? Пять сек, ну. Одно селфи сделаю. Привет, ребят. Только для вас шагоход оригинал. Адская машина. Шагоходы серии АТ вытеснили все другие известные машины. Инженеры этих шагоходов, как вы видите, черпали свое вдохновение из истории древних цивилизаций. О, нашел что-то интересное. Так, сколько лет тебе будет в 2041 году? Пишите в комментариях. Погнали. Так, что тут у нас еще? Броня. Броня реагирует абсолютно на любые угрозы. Wearable Treat Response Battlesuit. Между прочим, изначально это была броня Тони Старка, но потом у Тони ее конфисковали, сильно модифицировали и... Слабо. Слабо, Никита. Эта адская машина еще более фантастическая, чем ты презентовал. Пришел сегодня, ничего не узнал. И не узнаешь. Не каждому дано, Никита. Ну ок. Посмотрим, что я там узнаю. Т-34. Советский средний танк периода Великой Отечественной войны. Начал выпускаться с 1940 года. Так. 1940 года. Разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода номер 183 под руководством Михаила Ильича Кошкина. Кошкина. Михаил Ильич Кошкин участвовал в показе своих боевых машин Т-34 в Кремле. Показ на Ивановской площади Кремля в присутствии всего высшего руководства СССР. Так. И положительные показатели на полигоне окончательно решили судьбу танка. Он был рекомендован к немедленной постановке на производство. Ну понятно, Кошкин к успеху шел. Так. Т-34. Т-34 обзор для игры World of Tanks. Это все не то. В чем крутость танчика? Так. Не то, не то, не то, не то, не то. О! Почему танк Т-34 до сих пор в строю? Почему? Исключительный, простой и самый массовый. Все эти эпитеты относятся к танку Т-34, который стал супероружием Красной Армии. Танком Победы, танком Легенды. Ну, супероружие, я же говорил. Так, Интерест. Чего нам он там предложит? Так, так, так. Танк-значок. Отлично. Танк-пряник. Великолепно. Танк на кружке. Ну, такое. Так, вперед на Берлин. Подбитые советские танки, сидящие на нем дети. Майя 1945-го. Это конец войны. Так. Да, возможно, это запоздалая публикация по теме, но все же воспоминания людей о войне. Перевязываю танкиста. Бой идет, грохот. Он спрашивает, девушка, как вас зовут? Даже комплимент какой-то. И так странно было в этом грохоте, в этом ужасе произносить свое имя. Оля. Так это... Так это воспоминания о войне реальных людей? Так. Так, так, так. На войне... На войне кто о чем мечтал? Кто дойти до Берлина? Кто домой вернуться? А я об одном загадывала. Дожить бы до 18-летия, когда мне... Так. Дожить бы до 18-летия, поверить не могла, что когда-нибудь я смогу идти по земле, а не ползти. Это была мечта. Моя мечта. А где все? Пацаны! 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 Ага. О! Блин, это ж я Где телефон? Ага, неплохо. Это родня что ли? Аномалия какая-то. Прикольно. Привет, я. Илья. Ты кто, пацан?